Уже в этом году новый дворец бракосочетания распахнет свои двери для будущих супругов. Сейчас рабочие обустраивают внутренние помещения, а также асфальтируют подъезд и площадку. Не хватало только одной детали – палисадника или ряда молодых деревьев. Однако в минувшие выходные здесь были высажены платаны. Платаны с закрытой корневой системой, приживутся они 100% при нашем уходе дальнейшем. И планируется вырастить борщи и деревья, чтобы они тут создавали тень. И комфорт для этой площадки. Вырастили платаны в анапском питомнике Зеленстроя деревьям по 5-6 лет. Уже в следующем году они порадуют жителей и гостей курорта раскидистыми зелеными кронами. В высадке деревьев принял участие мэр курорта Василий Швец, председатель Совета депутатов Леонид Краснородский и начальник анапского отдела полиции Андрей Платонов. Как подчеркнули специалисты, это лишь первый этап благоустройства. Когда завершится строительство дворца бракосочетания, здесь продолжится озеленение. Улица Калинина. Несколько месяцев назад здесь снесли самострой, а на его месте организовали парковку. Мы сейчас еще посмотрим, где-то здесь или детская будет, или спортовой воркаут, площадку, в общем, так, сейчас ребята уже без внимания не останутся. За строительство парковки мэра курорта поблагодарила местная жительница, управляющая одной из гостиниц. По словам Ольги, во время демонтажа самостроя и расчистки территории пришлось мириться с шумом и пылью, однако результат того стоил. Момент ключевой и переломный был тогда, когда началось благоустройство, когда стало понятно, что все сделают и что все будет хорошо. И сейчас мы увидели результат в чем, что наши гости прекрасно паркуются, есть места много для горожан, потому что раньше была некоторая борьба между гостями гостиницы и горожанами, потому что это общая парковка, и проблемы для нас тоже были в этом. Сейчас чисто, тихо, спокойно, машины все припаркованы, все красиво. Теперь на улице Калинина красуется несколько пушистых сосен. Вечно зеленые также были выращены в Анапском питомнике. Особенно высаживать деревья понравилось юным казачатам. На общегородском субботнике они стали главными помощниками. Нам надо как-то сообщать, выходить и помогать. Ведь это все-таки не только труд какой-то, а и душевный, можно сказать. Когда делаешь доброе дело на благо народа, на благо города, ведь показываешь, во-первых, пример молодежи, второе, то есть для себя очень приятно, что ты сделал доброе дело. Хочу, чтобы почаще народ больше активнее участвовал в таких мероприятиях, поднимали себя с диванов, от телевизоров, от компьютеров, выходили. Тем более сегодня, посмотрите, прекрасная погода, солнышко, тепло. Почему бы не выйти, не поработать час, два, три на благо нашего города. Во время общегородского субботника на курорте было высажено более полусотни деревьев. Теперь сосны и платаны станут украшением городских улиц. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.